Спасибо, здравствуйте. Я представляю компанию КАТО. Наша компания специализируется на производстве, модернизации, совершенствовании перемешивающих устройств, которые используются в технологиях автоклавных, также в технологиях, где нужно перемешивать пульку. И вот эта небольшая презентация, она покажет наши последние решения в этой области разработки на примере биогащелача по технологии Biox. Значит, это небольшое вовление. Наша компания предлагает перемешивающие устройства не только в горно-обогатительной тематике, но также и в химической, фармацевтической и других промышленностях, но непосредственно я представляю горно-обогатительную тематику здесь, в России. Компания начала свое существование с 1933 года. Она была основана Эриком Карлом Тоттенхауптом. Отсюда наше название. Это первые буквы основателя. Далее, что полномерное развитие, открытие различных представителей по всему миру. И вот в 2004 году мы уже начали занимать лидирующие позиции по объему продаваемых перемешивающих устройств, в которых мы уже поставили больше 250 тысяч по всему миру. И в 2013 году мы отметили свой юбилей 80-летия. 85% всей нашей продукции экспортируется по всему миру. На сегодняшний день наш концерт представлен тремя производящими заводами. Это первый Эката РМТ, основной завод, находящийся в Германии, город Шопхайм. Также Эката Флюид в городе Лерах. И Эката Системс, который также находится в городе Шопхайм. Вот это общий вид нашего основного головного завода, который находится в Шопхайме. Здесь хотелось бы отметить, что в нашем распоряжении имеются не только производственные мощности, но и современный научно-исследовательский центр, который проводит доработки и новые разработки в области перемешивания. И, соответственно, все, что мы можем произвести, мы производим исключительно в Германии. У нас нету никаких других производств в азиатских странах и где бы то ни было еще. В целом, наше перемешивающее устройство можно разделить условно на три группы. Первая и основная группа – это перемешивающее устройство для автоклавов или биореакторов. Представляют из себя наибольший интерес для нас, как для производителей. Вторая группа – это перемешивающее устройство для емкостей атмосферных, которые работают без давления. Ну и третья группа – это различные сопутствующие перемешивающие устройства, как, например, смешивание фотореагентов, отстойники и так далее. Теперь непосредственно элементы, которые требуют перемешивающих устройств в технологическом процессе. В основном это золото, медь, цинк, железо, никель и уран. Мы подходим к процессу создания перемешивающих устройств достаточно основательно, моделируем эти процессы и выделяем основные задачи перемешивания, к которым относятся один из наиболее сложных – это газирование. Далее распространенных в горнообогатительной отрасли – это суспентирование. И дальше следует обязательно теплообмен, насообмен и гомогенизация. Процесс биовыщелачивания, пример которого я продолжу в этой презентации, он отличается тем, что он содержит в себе, точно так же, как и автоклавный процесс, все четыре основные задачи перемешивания, наиболее сложным из которых является процесс газирования. Вот на данном слайде видно, что при определенном газировании у нас начинает образовываться колонна пузырей, и далее при увеличении скорости работы перемешивающего устройства или импеллера, эта колонна распространяется, и мы достигаем такого момента, когда начинается уже распределение пузырьков под импеллером, что нам обеспечивает идеальное распределение кислорода в процессе газирования. И здесь важно отметить, что здесь не нужно перестараться и сделать этот процесс в виде рециркуляции газа, потому что для эксплуатационных служб это уже является лишними, ненужными затратами. При этом в процессе работы над проектом наша компания способна учесть любые возможные методы газирования в процессе, как через вал, конусный барбатер, подача с днища или на сам импеллер. Значит, непосредственно к процессам биовыщелачивания. Вот на этом слайде я постарался продемонстрировать то, что является общепринятым в данных процессах. Вообще биовыщелачивание относится к реакторам непрерывного действия, которые в основном применяются в цинке, меди и излечении золота. Температурные режимы, которые мы можем там увидеть, колеблются от 35 до 95 градусов и объемы им костей до 1500 кубов. Общепринятым стандартом является широколопастной импеллер, а также использование диспердирующих колец. Но у этих двух важных составляющих, как широколопастной импеллер и диспердирующие кольца, есть такие недостатки, как диспердирующие кольца могут засоряться, что существенно ухудшает процесс газирования. И также немаловажным является способность импеллера к газированию, в которых, в принципе, есть ограничения у широколопастного импеллера. Все эти факторы подтолкнули нашу компанию к тому, что мы разработали новый тип импеллера специально для процессов газирования. И эта разработка также сдерживается на наших предыдущих разработках. В данном случае мы обратились к опыту в химической промышленности. Это специальный импеллер FaceJet, который используется для получения терифталевой кислоты. И наш импеллер широколопастной IsoJetB. Мы соединили геометрии этих импеллеров, получили вот такую интересную геометрию импеллер, который в дальнейшем мы назвали CombiJet или комбинированный импеллер. На сегодняшний день эта технология является доработанной, и у нас есть уже возможность газировать этот импеллер через специальную втулгу, которую мы устанавливаем внизу импеллера, что позволяет в большинстве случаев избавиться от диспергирующих колец. И дальше кислород просто распространяется из этой втулки по лопастям импеллера, таким образом максимально вводя кислород или воздух в данный процесс. Эта технология на сегодняшний день запатентована нами. И данный слайд, который я тоже решил продемонстрировать вам, это способность импеллера к газированию. То есть здесь мы сравнивали свои импеллера, в частности взяли широколопастной импеллер и импеллер CombiJet. Вот вы видите, что при объеме газирования в 10 тысяч кубов и вводимой мощности в 315 киловатт, значит, зеленая область это область импеллера CombiJet и серая область это импеллер широколопастной. Значит, мы достаточно далеки на CombiJet при 10 тысячах кубах от области завоздушивания импеллера, но довольно-таки близки на широколопастном импеллере. Если же мы с вами поднижаем вводимую мощность до 50%, то широколопастной импеллер уже оказывается в области завоздушивания, при этом наш новый импеллер CombiJet является очень далеким от области завоздушивания и может быть газирован более чем до 15 тысяч кубов в час. Помимо всего прочего, наша компания также поддерживает высокие стандарты в изготовлении перемешивающих устройств. Это относится и к расчету перемешивающих устройств, и к изготовлению, обработку всех возможных поверхностей механических, различные способы крепления, которые удобны нашим заказчикам. И мы можем предложить практически любые материалы, которые можно применить в данной отрасли. Это и обычная сталь, все виды нержавеющих стали, титан, косцеллой и так далее. Также, если где-то это применимо, то мы можем гумировать наше перемешивающее устройство вплоть до колпачков на болтах. Помимо всего этого, наш научно-исследовательский центр может предложить свои услуги по расчету опорных конструкций и, соответственно, использованию существующих темкостей, чтобы это не привело к каким-либо крушениям, авариям или остановкам. После того, как мы провели успешные испытания, лабораторные испытания нашего импеллера «Комбюджет», была достигнута договоренность с золотоизвлекающей фабрикой в ГАИ, обладающей по технологии BIOS, о промышленных испытаниях нашего импеллера. Вот это несколько фотографий. Технология представляет из себя два модуля реакторов, биореакторов. Первый модуль представлен четырьмя реакторами, работающими параллельно, и тремя последующими, работающими последовательно. На момент испытаний как раз была такая проблема, что один из реакторов пришлось отключить из засора диспергатора. И суть наших испытаний заключалась в том, что на первичных реакторах были установлены электродвигатели мощностью 330 кВт. Мы же, установив свой импеллер «Комбюджет», поставили туда двигатель в 200 кВт. И, соответственно, начали процесс. На втором модуле ситуация была похожа. Мы также установили на первичные реакторы свои импеллеры. Здесь хочу отметить, что мы установили не только «Комбюджет», но и наш широколопастной импеллер. Таким образом, сравнив широколопастной импеллер с «Комбюджет», ситуация похожая. Также 330 кВт, 200 кВт. И в дальнейшем мы получили различные показатели, в том числе и растворение кислорода, ампераж, что, в принципе, и наглядно продемонстрировало превосходство импеллера «Комбюджет». Вот в данном случае это график растворения кислорода. Это ампераж. Вот вы видите, насколько низким является ампераж. Это при одинаковых условиях. То есть во всех случаях кульпа одна и та же, условия работы одни и те же. Ну и вот по итогам всех этих испытаний наш заказчик в Гане, он получил существенную экономию на электроэнергии, потому как данный ресурс является очень дорогостоящим в Африке, и окупаемость подобных проектов может колебаться от полугода до полутора лет. Значит, вот эта, кстати, фотография сделана с самого завода, где есть призыв экономить электроэнергию, то есть это не фотомонтаж. И еще одну важную часть, это всего четыре слайда, которые я хотел бы озвучить. Это одно из предложений для потенциальных заказчиков, а именно концепция финансирования проектов ЭКАТО. Данная их концепция финансирования, она может быть реализована в случае, если наши потенциальные заказчики готовы законтрактоваться с нашей материнской компанией, то есть с заводом-изготовителем Германии. Выглядит она в общем чертах следующим образом. То есть заключается контракт на поставку оборудования между компанией ЭКАТО и заказчиком, и также соглашение об оплате. При этом дополнительно наши партнеры, компания Гермес, проверяет платежеспособность заказчика и предоставляет гарантии на финансирование этого заказчика. Далее наша компания может по специальному соглашению с Коммерсбанком в ФРГ получить финансирование, изготовить оборудование, доставить его заказчику, установить, запустить. И после этого заказчик начинает окончательно уже рассчитываться за поставленное оборудование. Плюсами, конечно, данной концепции является то, что заказчик платит небольшую предоплату, всего в 15% за предлагаемое оборудование, учитывая все наши ноу-хау, которые мы предлагаем. Это также позволит существенно экономить на операционных затратах. И в дальнейшем у заказчика есть возможность, вот это представлен один из примеров такого проекта, когда, значит, заказчик предоставил 15% предоплату, дальше идет период изготовления оборудования, установка, и дальше равными платежами заказчик рассчитывался за полученное оборудование, при этом денежный поток или денежная масса всегда была, ну, в принципе, после второго платежа уже была в плюсе, что, конечно, является, на наш взгляд, очень привлекательным предложением для наших заказчиков. Ну, здесь, в принципе, все перечислено. Также немаловажным является тот факт, что кредит и денежные средства получаются в Германии, что позволяет получить кредитные средства по гораздо меньшим процентным ставкам. Как я понимаю, на сегодняшний день это уже устаревшая информация, то есть, когда оставлялась презентация, процентная ставка была такой, но сейчас она выросла. Ну, вот, в принципе, это, наверное, все, что я хотел бы вам озвучить. Также хочу вам сказать, что на сегодняшний день я здесь не один, я с нашим коллегом, с материнской компанией, это господин Ральф Оливер Шмидт, он является руководителем департамента. Так что, если у вас есть вопросы, я совместно со своими коллегами могу на них ответить. Спасибо за внимание. Спасибо.